Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографией. Пари Лоренсен. Французская художница и гравер. Она была важной фигурой в парижском авангарде, как член группы кубистов, связанной с сексион Диор. Я пользуюсь переводной википедии. Лоренсен родилась в Париже 31 октября 1883 года, где ее воспитывала мать и прожила большую часть своей жизни в этом городе. В 18 лет изучала роспись фарфоров Севре. Это французская коммуна в юго-западном пригороде Париж, известна своим знаменитым производством фарфора. Затем она вернулась в Париж и продолжила свое художественное образование в Академии Гумберта, где переключила свое внимание на живопись масла. В первые годы 20 века Лоренсен была знаменитой фигурой в парижском авангарде. Член как круга Пабло Пикассо, так и кубистов, связанных с сексион Диор, таких как Жак Митцингер, Альберт Глейзерс, Роберт Делон, Анри Ле Факанье и Франсис Пикабиа, выставлялась вместе с ними в Салоне Независимого в 1110-1111 годах и в осеннем Салоне в 1112 году, а также в галерее Далмо в 1112 году на первом выставке кубистов в Испании. У нее завязались романтические отношения с поэтом Гийомом Амполинером. Ее часто называли его музыкой. Были любовные отношения продолжительностью в 40 лет с модельером Николь Груло. Во время Первой мировой войны Лоренсен покинула Францию и отправилась в изгнание в Испанию со своим мужем немецкого происхождения художником-бароном Отто фон Витиеном, поскольку в результате замужества она автоматически потеряла французское гражданство. После того, как они развелись в 1120 году, вернулась в Париж, где добилась финансового успеха как художница вплоть до экономической депрессии в 1130-х годах. В 1130-е годы она работала в преподавателем рисования в частной школе, жила в Париже до самой своей смерти. Работы художницы включают картины, акварели, рисунки и гравюры. Она известна как одна из немногих женщин-художник-кубисток, наряду с Соней Дилоне, Марией Воробьевой и Франциской Клауди. Хотя в ее работах чувствуется влияние художников-кубистов Пабло Пикассо и Жоржа Брак, который был ее близким другом, она разработала уникальный подход к абстракции, который часто концентрировался на изображении групп женщин и животных. Ее работы выходят за рамки кубистических форм. Ее стремление к специфической женской эстетике за счет использования пастельных тонов и криволинейных форм. С 1910 года ее палитра состояла в основном из серых, розовых и пастельных тонов. Ее особый стиль развился после возвращения в Париж в 1920-х годах после изгнания. Приглушенные цвета и геометрические узоры, унаследованные от кубизма, были заменены светлыми тонами и волнистыми композициями. Ее фирменный мотив отмечен гибкими воздушными женскими фигурами и палитрой мягких пастельных тонов, напоминающих о заколдованном мире. Профессор истории искусств Либби Отто сказала, что Мария Лоренсон относится к разновидности в кавычках лесбиянок с губной помадой. Она создает этот очень мягкий женственный мир, который действительно нравился зрителям в то время. И если вы поймете, что в своей мягкой манере она создает мир без мужчин, женской гармонии, в этом тоже есть что-то довольно революционное. Кавычки закрываются. Ее работы включают картины, акварели, рисунки и гравюры. Умерла 8 июня 1956 года в возрасте 72 лет в Париже. Ну вот так вкратце из переводной википедии о французской художнице-гравюре Марии Лоренсон. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.